Всем привет. Индржихуфградец, город на юге Чехии, муниципалитет с расширенными полномочиями и административный центр района Индржихуфградец Южно-Чешского края. Население – 22604 человека. В раннем средневековье был славянским поселением. В конце XII века Индржих, Генрих, представитель старшей ветви Витковичей, строит на высоком отроге скалы над рекой Нежаркой. Чеш, Назарка. Замок в романском стиле. Первой постройкой считается цилиндрическая черная башня В.И.С. 32 метра, к ней примыкает готический дворец, который нарекает Грацием. Отныне потомки Индржиха именуют себя господами из Грациа. Чеш, Пани Зет Храц, и вместе со своими родственниками из других ветвей обладают таким могуществом, что король Пржемы Слатакар II закладывает чёстки Будды Йовица, чтобы ослабить влияние Витковичей в данном регионе. Первое официальное упоминание о городе датируется 1220 годом, когда к романской крепости пристраивают классический замок в стиле ранней готики. Хроники на латыни вели монахи, и посему город именовался именову Домьюс, или на немецкий манер, Нухаус. Город и неприступный замок благополучно пережили гусицкие войны, даже нет сведений, пытались ли вообще гуситы приступить к этой крепости, или прошли стороной. В 1483 году к гербу Витковичей, золотой розе на голубом фоне, прибавились два золотых льва и буква W, особая милость короля Владислава II, этот герб и поныне существует как городская эмблема. Витковичи из град ЦА владели городом и замком до 1604 года, затем владения перешли по наследству к семье Словата, которым они принадлежали до 1693 года, а город занимался производством и продажей текстиля. Вильям Словата из Хлума, 1628-1652, был высочайшим канцлером Чехии и обладал большим влиянием. После 30-летней войны, в 1654 году, город являлся вторым по количеству домов и жителей городом в Чехии, после Праги. Последними сеньорами города стал род Чернинов из Худенице, Чеш, Сарнинове Зет Чеденик, которым местный замок принадлежал до 1945 года. Они здесь не жили и замок постепенно приходил в упадок. Прежде всего после пожара в 1773 году. От превращения в руины его спасла только реставрация в 1906-1923 годах. Образование. В городе расположен факультет менеджмента высшей школы экономики. Достопримечательности. Замок Индржаху в Градец. Городской замок, третий по величине замок в Чехии. Комплекс зданий занимает 3,5 гектара. Замок состоит в общей сложности из окей. 320 помещений. Летом можно посетить 3 экскурсионных маршрута по помещениям замка. Его гордостью является музыкальный павильон Ротонда Рандель в стиле маньеризм. Кроме того, третий двор замка украшают прекрасные аркады в стиле Ренессанс и замковый колодец, декорированный разноцветной решеткой Нач. 17. Город известен также своим городским музеем, где выставлен деревянный вертеп с двигающимися фигурками, изготовленный мастером Кризой. Этот вертеп является крупнейшим в мире. Город является отправной точкой при путешествиях по узкоколейке. В новую быстро ШЦ Уэ-Братань. Ширина колеи 760 миллиметров. Здесь сохраняются уникальные железнодорожные пути, и можно с ветерком прокатиться как на обычном пассажирском поезде, примерно 60-х годов, так и на ретро-поезде. Узкоколейная, 760 миллиметров, часть вокзала, в городе сохранился комплекс Миноридского монастыря с костелом Святого Иоанна Крестителя, а также пропский костел Вознесения Девы Марии, XIV век, в котором находятся фамильные усыпальницы аристократического рода панов из Гра-Цео. Известные люди, Станислав Провачек, чешский естествоиспытатель, в честь которого был назван открытый им возбудитель эпидемического сыпного тифа. Адам Вацлав Михна из Отрадовице, чешский раннебарочный композитор и поэт. Мария Хопетайнидзерова, Чеш. Но и Хопетайнидзерова, чешская художница, основательница мастерской по производству текстиля, создавала известные ковры по типу гобеленов, мастерская в Яндржихове Гра-Цее после ее смерти стала центром реставрации старинных ковров. Ян Марик, чешский хоккеист, крайний нападающий. Карел Поборски, чешский футболист, крайний полузащитник. Города Побратимы. Штёфисбург, Швейцария. Всем пока. Пишите комментарии. Читайте комментарии. Интересные люди, расскажут интересные истории. Всем хорошего настроения, и удачи.